В современном мире наши дома часто являются не только крепостью, но также копилкой, средство из которой можно использовать либо на инвестиции, либо в случае разных непредвиденных ситуаций. Страховая компания Manulife в июне этого года предлагает крупные бонусы за открытие кредитной линии. Зачем и почему? И каковы преимущества перед обычными банками? Узнаем у авторитетного финансового консультанта в Торонто Сергея Тотрова. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Игорь. Я прочитал в вашей рассылке, в рассылке от вашей компании о том, что Manulife банк предлагает премии при открытии кредитных линий под залог недвижимости. Во-первых, у нас давно уже Manulife банк? Да, уже давно, уже около 30 лет. Нет, дело в том, что компания-то давно существует, страховая. Компания старейших компаний? Да, больше 130 лет, это точно. А как лучше все страховая компания, еще и банк? Ну, дело в том, что люди вообще имеют тенденцию делать много сервисов в одном месте, если им это нравится. Логично, да? И поэтому банки тоже лет 30 назад примерно стали, может быть, 20 лет, 25, стали открывать страховые офисы в банке. То есть, BMO Insurance, не BMO Insurance, а CBC, TD, RBC, понимаете? Они тоже стали это делать. Стали делать Home Insurance, Car Insurance и Life Insurance. Только у них Life Insurance нельзя делать в банке, это надо отдельно делать. Нельзя совмещать вот это, потому что это такое требование от государства. И страховая компания тоже, так сказать, не одна, не только Мэни Лайф, они тоже стали банковский сервис предоставлять. Но не так, как Мэни Лайф сильно, они в основном предоставляют моргиджи. А Мэни Лайф создала банк вот в районе 29-30 лет назад. Но просто они сделали интернетовскую модель, потому что конкурировать с теми банками, которые в Канаде, там, 5 банков давно уже больше 100 лет существовали на тот день и уже со всеми отделениями. Но это бесполезно, поэтому они взяли то, что легче, проще и своим хорошим процентом, скажем так, привлекают клиентов. Специализация их – это кредитная линия. У них очень уникальная кредитная линия, она у меня на веб-сайте подробно расписана. Тотров.com – это веб-сайт, там раздел «Моргиджи», «Покупка недвижимости». И внутри есть универсальная кредитная линия «Флексибл Моргидж Аккаунт». «Флексибл Моргидж Аккаунт» – это я ее так назвал, но она называется просто у нее «Кредитная линия» и все. Каждый банк, кстати, имеет свое название. Кто-то «Хилок» называет, кто-то «Хомэклити Лайн» просто, да, кто-то «Рэдди Лайн» там, БИМО, по-разному. Но Мэни Лайф – это название официальное, это «Мэни Лайф Ван». Почему «Ван»? Потому что они соединяют и чекинг, и сейвинг, и кредитную линию все вместе. И особенность в том, что есть взаимозачет ежедневный. То есть, если вы должны 10 тысяч долларов, если у вас есть на счету 10 тысяч долларов, а долго у вас 110 в банке в виде долга, как в виде моргиджа и кредитной линии, то интерес идет на сегодняшний день только со 100. И завтра вы получили еще зарплату 2 тысячи долларов, значит уже интерес с 98 тысяч долларов. Постепенно вы тратите эти 2 тысячи долларов в течение там нескольких, пару недель, да, постепенно чуть-чуть он увеличивается, но все равно меньше, чем должно быть. И вот это «меньше, чем должно быть», оно дает вам сумасшедшую реально отдачу, и люди гасят долги гораздо быстрее. Это очень интересно. Хорошо. И как эту кредитную линию открыть? Открыть можно так же, как и в любом другом банке. То есть, кредитная линия открытия, она сопровождается набором документов, предоставлением этих документов, так же, как и для моргиджа. То есть, то же самое подтверждение зарплаты, подтверждение текущего моргиджа, если есть или не надо, или нету моргиджа совсем, тогда не надо никаких других документов предоставлять. То есть, самое главное – квалификация. Но, понимаете, очень тяжело сейчас уже квалифицироваться, потому что кредитная линия идет не как variable rate моргидж, prime – 0,5, там, минус 0,6, минус 1, а prime – плюс 0,5. И получается, что, опс, теперь, получается, кредитная линия уже будет 7,2%, а стресс-тест 9,2%. То есть, получение кредитной линии сегодня тяжелее, чем моргидж. Тяжелее имеется в виду не то, что тяжело получить, а сумма будет меньше, чем если бы это был бы моргидж. Но, естественно, можно, люди работают, зарабатывают. Как я в предыдущих встречах говорил, что есть разные программы. Есть для тех, кто self-employed, есть с подтверждением дохода, есть без подтверждения дохода, есть разные организации. Есть money life программа, которая, если есть несколько property, то вам легко получить кредитную линию. Понимаете? То есть, абсолютно возможно. Самое главное – желание. Надо понять, что, да, она нужна, и она действительно нужна. Чем money life, чем кредитная линия, в принципе, я сказал, чем она лучше. Но что money life банк говорит? Если у вас есть где-то, допустим, большая сумма моргиджа или страченная кредитная линия, и вы переведете это в money life банк, то они дают кэш, бонус такой. И этот бонус может быть достаточно внушительным – 4 тысячи долларов, если у вас моргидж будет выше или долг будет выше 500 тысяч долларов. Я извиняюсь, 750, потому что если 500, то это будет там 3 тысячи долларов. От разных сумм зависит бонус. Максимальный просто 4 тысячи. Почему об этом нужно думать до конца июля? Программа – это до конца июля. Вы знаете, там надо… Есть сроки, которые надо подать. Это, по-моему, где-то в июне. Это надо подать до определенной даты в июне, а до конца июня надо оформить. Но обычно на оформление где-то занимает месяц, я бы так сказал, в спокойной обстановке. Поэтому, конечно, если кто-то хочет оформить кредитную линию, хочет получить бонус, то это нужно сделать до начала июня или до середины июня, я бы так сказал. Я понимаю, что кредитная линия, она также служит как защита от мошенников. Абсолютно, да. Я вообще так говорю, что кредитная линия… Вот люди есть, у них есть дом, он выплаченный полностью. Я говорю, смотрите, кредитная линия важна. Почему? В первую очередь это защита вашей property. От кого? От мошенников. Почему? Потому что, ну вы понимаете, все ID, которые мы имеем, они не всегда соответствуют нашей внешности. Внешность у нас красивая, а ID не очень, да? Вот, фотографии там я имею в виду, да? Поэтому получается, что кто-то пришел с такой же непонятно какой фотографией там, сделал и оформил моргач, взял деньги и испарился. А потом мы должны доказывать, что это не мы были. Это проблема. Это проблема. Поэтому, когда у человека есть моргач, то можно, в принципе, второй моргач постараться вставить. Но когда у человека есть кредитная линия под залог дома, то ничего нельзя сделать. Потому что кредитная линия, даже если вы вам дали маленькую часть, маленькую сумму, то регистрируется на стоимость жилья, и поэтому никто не может ничего вставить. То есть это реально защита собственности. А второе, это защита семьи, потому что это как emergency fund. Вы можете всегда воспользоваться, если вдруг понадобятся деньги, потому что, мало ли, как у здоровья проблемы и так дальше.